Всем привет! С вами я, Оксана. Многие, кто ранее смотрел мои видео, могли заметить, что у меня очень много почвобокровных растений, а в частности различных суккулентов. Конечно, я не стремлюсь собрать коллекцию, но ведь как у нас часто бывает, раз больше двух это уже и есть коллекция. Так вот, я просто очень люблю различные очитки и мелодила. Самый первый из них я приобрела, когда была еще студенткой и привезла в мамин цветник. Позже, когда у меня появился свой дом и сад, я потихоньку начала приобретать все новые и новые. Также на рынках что-то сеяло, что-то покупалось в торговом центре, но все это было без обозначения сортов. Да, и ассортимент их, скажем так, тоже был невелик. Руки давно чесались и вот я наконец-то решила сделать небольшой заказ именно молодил. Тем более уголок для них уже давно готов. И вот, друзья, я наконец-то получила свою посылку и мне очень повезло тем, что отправитель живет в соседней Орловской области и поэтому растюшки ехали недолго. Приобретала я свои новиночки у Юли Гусаковой. Ссылку на ее страницу дам в описании. Вот она уже является настоящим коллекционером суккулентов, а также специалистом в этой области. Есть у Юли группа в ВК и от такого количества красоты просто разбегаются глаза. Примечательно то, что каждому растению Юля использует личные фотографии, то есть можно посмотреть, как они выглядят у нее в саду и представить, как они будут выглядеть у вас. Вот и я также делала выбор по картинке, то есть я не гонялась за какими-то особыми определенными сортами, просто немножко такого, немножко такого, скажем так, для разнообразия. Конечно, перед тем, как определиться, я читала описание, как и у Юли, также и искала информацию в интернете. Качеством я довольна. Есть не просто детки, а уже растюшки с корешками. Как можно заметить, каждая молодилка тщательно завернута в салфеточку. Все подписано и Юля любезно положила мне еще и подарочки, за что ей большое спасибо. Вот что у меня вышло. Я быстренько все посадила во влажный грунт и пока все мои молодилки будут на передержке стоять в теньке. Я уже ими любуюсь. Каждый из них прекрасен по-своему. Ну а когда буду определять их на постоянное место, обязательно отсниму и покажу. А пока что пусть укореняются. Ну и если кому-то будет интересно, то список заказанных сортов я выложу в описании под видео. Повторюсь, что там же укажу и ссылку на Юлину группу, где все это заказывала. И если вы также как и я заворожены всем этим сказочным богатством, то добро пожаловать в этот суккулентный рай. Дела не стоят на месте и встала необходимость в стрижке отцвевших арабисов. Вот так они выглядели до и вот так после. Обстригаю все лишнее, чищу под низом и формирую необходимые по размеру мне куртины. С восточной части дома они цвели раньше и поэтому здесь они стоят уже в семенных коробочках. Здесь также все обрезала и благодаря этому стали видны примыкающие к ним другие многолетники. такие как лаванда, гвоздика, которая скоро зацветет. Появились хосты. Ну а здесь хочу показать, как на берегу пруда второй год пытается разрастись дармера, но пока что безуспешно. Вот либо мороз ее снова подбил, либо солнышко ее обожгло. В общем пока у нее не получается. И во входной зоне арабисы тоже отсвели, стали так неряшливо выглядеть, поэтому нужно срочно все приводить в порядок. Стригу я вот таким небольшим ручным триммером, раньше стригла простыми ножницами, но растений становится больше, как в объеме, так и в количестве. Поэтому в том году приобрела себе вот эти аккумуляторные ножницы и выполняю эту работу теперь намного быстрее. Конечно, снимать и стричь одновременно не очень удобно, но я просто для информативности. Вот так здесь было до и вот так стало после. Очень много обрезков. Абриету оставила немного процвести. Розовый шаловидный флокс в этом месте ведет себя лучше всего, а на самом деле не очень удобно. Он у меня такой капризный оказался по сравнению с другим и разрастается намного медленнее. Вот что осталось от арабиса. Обрезала тюльпаны, зато стали видны розы. А вот как раз тут этот розовый флокс капризничает. Да и не только здесь в принципе. Вот постоянно у него появляются такие сухие ветки, хотя в начале весны я его чистила. Посажен здесь два года, а вот этот голубой посажен маленькой веточкой в том году. И он быстрее нарастает, никогда не отсыхает, вот так пышно цветет. В общем беспроблемный такой. В отличие от вот этой вредины. Покупался на рынке два года назад, поэтому сорта сказать не могу. С этой стороны пришлось обрезать намного сильнее, так как арабисы уже своей массой давили на флоксы, которые даже вот так наклонились немного. Но надеюсь сейчас они выпрямятся. Немножко надо еще подчистить. И посмотрите какие ходы кротов у меня под вот этими куртинами арабисов. Кроты эти везде. А вот эта большая куртина флокса шиловидного наросла здесь с контейнера P9 и является мамой всех остальных моих флоксов по всему участку. Тут небольшие строительные работы. Яркая дези-вайт. И последние куртинки, которые нужно подстричь. Что в принципе и сделано. Вот такие отдельные кочки пока у меня получились. Скоро здесь нарастет солнце цвет. Вот так он весь сейчас на бутонах. Подстригла также абриету, которая первая отсвела. И она дала место для вот такого красивого кустика райгресса бульбоносного. Скорее всего придется пересаживать отсюда афеопагон. Не знаю, в этом году он очень сильно подгорает. В прошлом году он вел себя намного лучше. Поищу ему место где-нибудь в полутени. Гвоздичка на бутонах. И рядом веник. В прошлый раз показала все свои камнеломки, кроме одной белой. Вот такая красотка тоже из семян, как и все остальные. Рядом такой интересный кустик очитка. Вот такая у него лапка. И уже готовый кустик маленький. Можно пересаживать. А еще хочу поделиться радостной новостью. Мои эрики набили почки. И вот-вот тронутся в рост. Рядом вереск тоже оживает. И розово цветущая эрика. Вот видно тоже вся на почках. Слава богу, я ее не выкопала. Или не обрезала под корень. Абсолютно все ветки на приростах. Так что, друзья, если у вас тоже была проблема с вересковыми, не торопитесь их удалять. Раз уже забрела сюда, то посмотрим, что на этой стороне. Дерен. Вот такой после мороза. Смотрю, на нем появилась тля. Надо срочно все обрабатывать. Тюльпаны доцветают. Понемножку цветет барвинок атропурпурея. Только что сняла укрытие с розы, которое посадила этой весной. И плохо отходят после морозов мои лилии. Вот это самая пострадавшая. Листва у нее такая невзрачная. Спиреи криспа тоже досталось. А рядом несанкционированный захват территории. Я так понимаю, это герань. Самосев. Есть второй кустик. Вот он. Не знаю, откуда они взялись. Сами выросли. И я разрешаю им расти, так как мне нравятся их листва. Не знаю, как цветут. Вот они будут второе лето у меня. Отцветают тюльпаны. Цвели не дружно. Не все. Хоста тоже отходит после мороза. Это та, у которой были почти полупрозрачные листья. Теперь они желтеют в этих местах. Вот эта хосточка очень мне нравится. Такая симпатичная. К сожалению, пересорт. Поэтому не знаю название. На заднем плане за тюльпанами малышка. Мышиные ушки. И одна из моих любимых хост. Это First Frost. Если не ошибаюсь. Вот это тоже пересорт. Поэтому идем дальше. Можжевельник Green Carpet. Весь на приростах. Рядом горец родственный. Хочу укоренить вот эти его розеточки. А дальше в клетке я развела уже по сторонам побеги клематиса. Также на лето я обвиваю клетку бирлянды теплого свечения. И в сумерках это выглядит достаточно симпатично. Ну и в принципе, друзья, на этом я буду заканчивать. Очень много дел текущих. Поэтому не всегда получается провести полноценную съемку. Кроме того, много времени занимает какой-никакой монтаж видео. Так что, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я с удовольствием отвечу. Ну а пока, спасибо всем за просмотр. Всем мира, добра и тепла. С вами была я, Оксана. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok